Все в своей жизни сталкиваются с медициной. Очень много разных отзывов существует о ее работе, организации, медперсонале. Начиная от рождения и до смерти мы постоянно контактируем с медицинскими работниками, врачами, медсестрами, санитарками, скорыми. И кому, как не нам, знать всю подноготную их работы. В последнее время бытует мнение, что во всем, что происходит с медициной в нашей стране, виновата некая Супрун. Но легче всего винить своих бедах, такой огромной системы одного человека. Я, конечно, не защищаю Супрун, но считаю, что все реформы, они ломают систему. И все же о медицине. Одни ругают наши больницы, а другие за счет этого живут и богатеют. Государственные больницы все с прогнившими потолками. Врачи и медсестры плачутся на свою врачебную судьбу, но заметьте, никто не уходит. Сейчас семейный врач имеет зарплату до 30 тысяч гривен. И начинаются на этом фоне уже зависти внутри самих врачебных сотрудников. Некоторые говорят, да, лучше пойти в платную клинику. Показываю вам платную клинику. Замызганные и затертые грязные полы, диваны, плинтуса с грязью. А специалисты, друзья, там те же врачи, только с побольшей зарплатой. Ну, конечно, один плюс, здесь нет очередей. Здесь можно посидеть на замызганном диване, подождать свою очередь, если все-таки пришлось сидеть. Врач тебя примет, расскажет тебя, направит на очередное обследование, даст тебе конскую дозу лекарств, те, которые есть в наших аптеках. И ты получишь такую же медицинскую помощь, как и в клинике или у знакомого врача. И какой же вывод? Получается, что рыба гниет не с головы, а изнутри? Спрашиваю как-то у врача, который мне рекомендует очередные лекарства, но под другим наименованием. А как же клятва Гиппократа? А он удивленно смотрит на меня и говорит, «Дамочка, вы в каком мире живете? Какой Гиппократ? Деньги правят миром!» Расскажу историю болезни одного близкого мне человека. В 1995 году ему был удален мочевой пузырь в Киеве профессором, который сделал экспериментальную операцию, удалив этот орган. Мочеточечник он вывел в толстый кишечник. Конечно, врачи и профессора не работают и не работали без левых денег никогда. Профессор на то время взял 100 долларов, а доцент, который ассистировал ему 50 долларов. Ну и нарколог, понятно, 50 долларов. Такая была такса. Ставку врачи не делали на жизнь. Они считали, что ему 5 лет от силы прожить после этой операции. Но, тем не менее, он боролся и жил еще после этого 25 лет. На фоне того, что инфекция и давление с кишечника мочеточечником поступало постоянно в почки, в почках образовались коралловидные образования. Оперировать из-за возраста было опасно, и он жил с кораллами в почках еще 24 года после этого. Через 24 года после операции на одной почке появилась киста, которая прорвала затем далее через спину. В больнице почистили и отпустили домой. Но дома, конечно же, был уход и диета. Но когда через год его организму стало опять плохо, хуже, была высокая температура, давление, его сразу же родные везут в нойно-септическую больницу, потому что со спины постоянно выливалось, ему постоянно промывали это все. А врач выходит и говорит, это не мое, и отправляет туда, где принимают на то время. А на то время принимали это коронавирусное отделение. Оно берет всех. Там без тестов принимают. И только через двое суток делают тест. Когда в отделении полным-полно собрано вирусов, понятно, что вирус уже есть. И в здорового человека он будет. Ну вот, это все и называется человеческий фактор. Или клятва Гиппократа, или наша медицина. Все равно, бесплатная она или платная. Поэтому вывод надо делать самим. Сейчас очень актуальная ситуация, это вирус. Я вам рассказала, как заразили человека и отправили его туда, куда надо. Куда они считали надо. Сейчас, если ты чихнул или начинаешь кашлять, у семейного врача метод лечения 1. ПЛР-тест и КТ. Хотя это тебе и не надо. Но по-другому они лечить не умеют. Но если посмотреть изнутри работы лечащего персонала, поддержки больницам нет. Каждый за себя. Заведующий боится, чтобы его не уволили. Электрика, сантехника нормального у них нет. На обслуживание сами медсестры, за сантехника, за электрика. Ну, возможно, просто-напросто у них нет зарплат. Большие чиновники бьются за легкие большие деньги, бюджетные деньги. А внизу работают, как умеют. Врач должен лечить. А у нас врач вносит в электронную систему отчетность для министерства. Для того, чтобы была статистика. И результат. Недавний случай в Запорожье. В реанимации случилось замыкание электропроводки. И нет теперь в живых врача и двоих пациентов. Из-за пожара. Наши реанимации – это закрытые помещения. Что там творится за дверью, никто не знает. Больного забрали в реанимацию и дверь закрылась. Родственники сидят под дверью и только бегают за медикаментами, которые им выдает врач с реанимацией. Я считаю, что реанимация должна быть открыта. Не только реанимация, а все лечение. Все лечащие учреждения должны быть открыты. У нас должна быть стеклянная дверь, перегородки. И все должно быть чисто и прозрачно. Как в помещении, так и в душе лечащего персонала. За этими закрытыми стенами множество человеческих судеб. Больных, которые доверяют врачу. И надеются, что врач им поможет в борьбе с их болезнью. Но, к сожалению, сталкиваются с черствостью, анкетами, расписками. Претензий к лечению не имею. Расскажу еще один случай из жизни. Пришла женщина к кардиологу и спрашивает. Можно зайти? Ответ. Вы видите? Мы заняты. А сами пьют чай. Это у них, оказывается, полуденное чаепитие. Сейчас у медицинских работников очень прекрасная ситуация. Закрыться от всех взглядов. Это карантин. Не пробьешься ни в одну дверь, потому что карантин. Вирус. На дверях сторожевые медицинские работники. Это надежная охрана. Никого не пропускают. Костюмы грязные, конечно же. Как и вся наша медицина. Но вовнутрь не зайдешь. Ну, только избранные. Видели? Только что зашел. Ему разрешено. Он может прямо в куртке заходить. Но бизнес здесь развит хорошо. Не забывают о кофейных аппаратах. Это же для больных необходимо. Самое главное – кофейный аппарат. Рекламы булочек. Машины скорой помощи недавно были новые. Но их никто не обслуживает. Они уже убитые. И снять. Поехали. Wonderful. omma. а это вот то что есть внутри нашей медицины то что во власти то что медицине а люди надеются стоят в очередях думают что вирус можно победить вакцинацией верят врачу можно спорить или принимать вакцину против вируса гриппа корона вируса и ему подобных каждый решает сам себе но я приведу один пример очень выдающаяся личность александр омельченко бывший мэр города киева умер 25 ноября двадцать первого года был дважды вакцинирован то что мы всегда видим при входе в любую больницу замызганные стены грязные коврики и не зависит от того сколько денег вы дали или врачу или платную клинику в платных клиниках просто накрасили губы а внутри остались те же но это у нас называется бесплатная медицина бесплатная она конечно в кавычках сейчас уже бесплатной медицины нет нигде и раньше не было врачи всегда заглядывали в твой карман отодвигая свой как говорили в одном прекрасном фильме чтоб ты жил на одну зарплату никогда ни один врач ни одна медсестра со своего кармана не выложит ни копейки а только смотрит чтобы вы им дали точно так же как и большие чиновники но там аппетиты похлеще это заставка из агентства вот это А это, друзья, история одной болезни. Если бы не родные, человек бы не прожил так долго. 81 год. Вывод напрашивается один. Наше здоровье в наших руках. Никому не надо наше здоровье. Врачу надо, чтобы вы болели. Он от этого зарабатывает зарплату и имеет деньги. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok